Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором, когда вы еще даже не догадываетесь о том, что новый танк должен появиться, я уже снимаю на него абсолютно честный обзор и опубликовываю его в течение одной, максимум двух минут с момента появления танка в игре. Так вот, ребята, если вы хотите абсолютно ничего не пропускать, быть всегда в курсе всего, что в игре происходит, подписывайтесь на оба моих канала, ну и обязательно прожимайте на колокольчик. Ссылочку на второй канал найдете в описании, буду вам благодарен, если будете поддерживать развитие моего начинания путем лайка, ну и соответственно подписки. Ну а в этом видео мы с вами обсудим новую восьмерку, коллекционная машина Британии, Викерс MBT MK3. Машина интересна и однозначно понравится любителям СТ в нашей игре. Стоит отметить, что тачка обладает плюс-минус неплохой броней, да, есть вот такая вот огромная ком-башня, которая легко пробивается, есть очень неприятно расположенный, я бы сказал, практически передний, а не нижний бронелист, потому что он находится практически под 90 градусов по отношению к земле. Ну и, я бы сказал, неплохая приведенка в верхнем бронелисте, но в то же время вот здесь вот есть два вот таких квадратных пятака, в которые вполне спокойно машину можно выцеливать. Короче говоря, где-то броня есть, где-то нет, но это средний танк и требовать от него, чтобы он был круто забронирован, ну как бы не пристало, потому что все-таки это не тяж. По подвижности машина довольно неплохая, мне на тесте в этом отношении понравилось, и здесь, ребят, 57 километров вперед и целых 20 километров назад, что существенно помогает в боях скрыться в случае необходимости от прицелов ваших соперников. По орудию тоже вполне себе все комфортно, но есть некоторые нюансы. Могу сказать от себя, что угол склонения орудия вниз минус 8, отыгрывается качественно на этой машине и приятно, а с учетом наличия приведенной брони в башне, то порой можно и от башенки где-то от неровности поиграть. Здесь нет бронебойных, здесь есть подкалиберные обычные и подкалиберные голдовые. При этом стоит отметить, что средний урон на подкалиберных обычных 320 единиц, очень крутой показатель для 8 уровня, с учетом того, что вы перезаряжаетесь, грубо говоря, 10 секунд. Почему так, сейчас объясню. Средняя бронепробиваемость у снарядов составляет 190 миллиметров, и вот эти вот 320 единиц среднего урона хотелось бы более-менее гарантированно в соперника закидывать. Соответственно, вам необходимо будет принять решение, как вам комфортнее играть. Играть здесь с орудийным досылателем и иметь время перезарядки в 9,15, или все-таки поставить себе на калиброванные снаряды и играть уже с пробитием в 199 миллиметров, а округляя 200 миллиметров, это уже хороший показатель для среднего танка на 8 уровне, и напомню, вы при этом накидываете 320 единиц урона. Да, при этом всем у вас ваше время перезарядки более 9,5 секунд, то есть, ну, грубо говоря, практически 10, если вот так вот округлять именно к секундам, а не к полусекунде, и при этом ваш ДПМ падает, но несущественно. Я для себя определился, что все-таки время перезарядки не настолько является принципиальным для меня, мне все-таки понравилось больше играть с лучшим пробитием. Ну, а вы для себя определяйтесь самостоятельно, если заимеете себе Викерса MBT. Викерс машина интересная, машина классная, но все-таки заценивать тачку необходимо в боях, а не стоя в ангаре и смотреть ТТХ, поэтому предлагаю просто отправиться в первую попавшуюся катку. Ну что ж, друзья, давайте будем начинать. Начинаем, как обычно, с подвижности и маневренности. Для среднего танка с плюс-минус неплохим бронированием машина движется вполне себе комфортно и приятно. По маневренности вопросов вообще никаких нет, особенно у меня лично вызвало, ну, крайне приятное впечатление, ощущение крутого разворота на месте. То есть, если вдруг вам необходимо где-то как-то доворачиваться, у вас это происходит, ну, я бы сказал, практически молниеносно. Жаль, что сейчас попал на приведенную броню Астрон Рекса, которой там не так уж и много, но, в принципе, порой встречается. Ну и, как вы видите, я получаю непробитие от Астрона, что не может не радовать. Ну, а угла склонения орудия и точности орудия достаточно для того, чтобы даже без полного сведения на горочке, уходящего с горки Астрон Рекса, догнать и накинуть ему урон. Урон, кстати, очень классный. Как вы видите, более 320 единиц залетает. Сейчас залетает 360. Времени перезарядки достаточно для того, чтобы плюс-минус вовремя откидывать по сопернику. Да, хотелось бы, чтобы время перезарядки было секундочек 8, потому что вот этой вот одной какой-то секунды постоянно не хватает, но в то же время к этому привыкаешь, ну и плюс-минус понимаешь, когда стоит выезжать вперед. Нет, безусловно, идеальных машин в нашей игре, и этот танк тоже идеальным назвать сложно. Несмотря на то, что у него есть плюс-минус неплохая броня, понятное дело, что его все равно пробивают, все равно находят серые зоны, да и я бы не сказал, что он прям имбово забронирован. Но он и не должен был быть имбово забронирован, потому что если бы у этой тачки, с учетом качества ее орудия, была бы еще броня, которую невозможно проковырять, ну тогда эта машина бы разрывала рандом, ну и существенно внесла бы раздор на восьмом уровне, потому что справиться с этой тачкой было бы действительно сложновато. Так, куда поедем? Давайте попытаемся немножечко как-то с вот этой стороны приподняться. Надеюсь, никто к нам не заедет. Добрали нашего союзника здесь. Это не очень хорошо. На средних и дальних расстояниях отыгрывается очень классно. Точности хватает, скорости полета снаряда тоже больше, чем достаточно. На дальних расстояниях, в частности машинам, которые не имеют суперкрутого пробития и вынуждены более качественно выцеливать серые зоны, выцелить эти серые зоны, я бы сказал, не сильно легко, их не так уж и много. Ну и, соответственно, вас будут на дальних расстояниях пробивать только те машины, которые обладают, ну, действительно, в край крутыми орудиями по точности. Ну и для кого не проблема отстреливать на вот эти вот расстояния, порой равные более половине карты или даже от края до края. В общем, во время теста, покатав на данной машине, я для себя подчеркнул некоторые моменты, которые стали основоположными в принятии решения, хочу ли я себе эту машину. Для начала хочу отметить, что нет. От этой машины у меня лично лицо не трясется. То есть я не могу сказать, что этот танк стал тем, который я хочу прям до одури, готов отдать за него все сокровища мира, главное, чтобы он появился в моем ангаре. Это просто хороший средний танк, на котором просто приятно и комфортно играть. Это факт. Но в то же время машина не обладает, знаете, вот какой-то такой прям сумасшедшей имбовостью, ради которой хотелось бы потратить огромное количество золота или реальные деньги на приобретение оной. Машина хороша, машина приятна, она дает неплохие результаты по боям, в частности в отношении на стрела. Если привыкнуть к этому времени перезарядки, в котором, как я уже говорил, постоянно не хватает какой-то секунды буквально, то в целом играется очень даже классно. Отыгрывая от башни, будете получать практически постоянные непробития, если будете при этом двигаться немножечко вперед-назад, для того, чтобы не подставлять свою комбашню. Как видите, по результатам боя, второе место в команде по количеству нанесенного урона и с существенным отрывом от всей команды, что говорит о том, что поражение в данном бою было нами получено не потому, что машина моя была плохая или я плохо отыграл. Если бы команда была, скажем так, позади рестей и смогла бы выдержать натиск соперников, то, соответственно, здесь мы могли бы вполне спокойно получить победу, ну и я бы в любом случае вошел в топ-2 по количеству нанесенного урона однозначно, потому что продолжил бы дальше набрасывать этот урон, ну и, соответственно, вышел бы с таким уроном, но уже в победной катке. Что могу сказать от себя? Сейчас, секунду, ребят, реклама, реклама от разработчиков. Покупай, не хочу. В общем, в отношении Викерса MBT я могу сказать следующее. Зачетная, классная машина, хороший средний танк, не имба, но в то же время приятный и комфортный. Хочу ли я его себе получить? В принципе, хочу, но не сильно буду за ним гоняться. И, откровенно говоря, нормальный объективный ценник на данную тачку, с учетом того, что она только появилась в игре, в составе какого-нибудь годного набора, со всякого рода бустерами, может быть, какими-нибудь контейнерами, я бы оценил машину максимум 1000 в 12. И то, повторюсь еще раз, в крутом каком-нибудь хорошем наборе. Ну, а если брать машину голышом, то объективная цена данной тачки 8,5, я бы за нее, в принципе, отдал, потому что танк действительно получился годным. Я пошел снимать следующее видео специально для вас, и, поверьте, будет очередной абсолютно честный обзор, который рекомендую вам посмотреть. На что он будет? ВГ подскажет, вводя новые машины, либо выставляет товары на продажу. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.